Девушки отдыхают 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 остальные все там ушибами отделались трое с ним была матушка его матушка была с ним матушка елена вот она пострадала есть значит у нее перелом правой руки губа разбитывание губа так нитка не сшитая я проведу и выбиты зубы и раздроблена тазобедренная вот так вот она в больнице лежала я ее по проведу он жил 12 часов не приходя в сознание мы делали операцию трепанация черепа значит большая гематома была вот во время там до операции во время операции два раза сердце останавливается ему искусственно заводили два раза ну после операции он начать я до часов 12 или 14 так еще прожил и умер до умер в пятницу значит вечером воскресенье только тело отдали его я в субботу выехал воскресенье вечером я приехал меня там встретил батюшка я заехал собор где уже гроб с телом его стоял там поклонился и так и потом на квартиру визитом ночевал утром и 7 часов а там священники как привезли его храм то уже было распределено священство что каждый там по часу читает евангелию беспрерывное чтение то есть всю ночь продолжалась и до самого время отпевания я в семь часов пришел мне значит поручили панихиду послужить с его прихожанами которые были с его общины его общеники 7 часов я начал панихиду мы с ними помолились после начали литургии литургии служили владыка евтихий я и протодиакон анатолий из омска он старый же протодиакон это родной дядя бывшего нашего владыки максима вот он и всех это мы с ним тоже дружим 78 года тоже с этим продать яхо но он когда рукополагает то протодиакон там водит он всех нас водил и смотрел чтобы мы потом убежали потому что когда у меня рукополагает я несколько раз проявался бросить все это и убежать просто зайду думаю в алтарь там другая дверь есть где-то я сейчас разоблачусь и потихоньку пока там они стоят в середине я выйду только зайду а он следом за мной заходит бери что тебе сказали и выходи я потом говорю что я чувствовал что ты можешь это выбросить номер убежать можешь ну вот мы втроем служили владыка сказал проповедь это можете посмотреть по интернету выставлено проповедь владыки какой он говорил даже много фотографий выставлено около 100 фотографий выставлено во время отпевания когда было молитва когда было отпевание было очень долго вот это около трех часов где-то я даже в конце не выдержал ушел немножко посидел в алтаре вот народу было в храме так посчитали где-то около тысяч или больше даже очень много было народа все но он там 37 лет служил его все знали вот поэтому так ну и он был в он был не конфликтный такой батюшка я с ним три года служили мы вместе я был вторым священником он настоятелем был а чтобы два священника скажем вместе служили и были в мире это очень редко 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 это бывает чтобы не было между ними какого-то несогласия это редко бывает но мы с ним три года прослужили у нас не не было ни одного я негодовал иногда на него только за но за его медлительность он очень медлительный все что делать он медленно так это сидел и куда собираться ехать или что вот прям я ему ну быстрее взял там пошел он вот этот дать из ну пошли скорее если на поезд садится то уже говорится на ходу на подножку прыгать уж когда поезд трогается приходить вот буквально это я пришел за полчаса пораньше что мне какая разница стоит там да есть с кем разговаривать не с кем стой молись потихоньку зато нет это за он вот такой вот у нас из-за этого вот иногда я просто негодовал на него было а так не было ни разу нас чтобы из-за чего там и было у нас там вместе с ним мы первые построили купель для крещения взрослых я только пришел сразу предложил он согласился я за неделю сделал ее забетонировали выложили плиткой и мы уже через десять дней уже крестили в этом и сейчас это купель живая но я сейчас там более благоустроили там перила сделали такие хорошие там и прочее тогда то не было ничего материала мы делали все так что было ну вот так вот проводили матушка и попроведала тоже но она приняла говорит это спокойно как я спрашивал девчонок но наград как истинная христианка мама горит приняла а я их был в больнице говорю девчонок то и как с ними что-то поговорить говорю поди сильно это нет гортий горит уже утешил я грухта игнатий тихонов играть их утешил уже горит они горит спокойно сейчас ну вот так вот так и было туда я поехал билетов не было плацкарта я купейный никогда не беру в купе не это не то что дороже даже а потому что там плохо ехать там ограниченное пространство где не сидишь не будешь в каждой купе там заходите в плацкартном вагоне там открыт там проходишь по вагону с кем-то можно остановиться там поговорить или так тебя люди видят и и прочее да и с кем попадешь в одно купе попадешь так что не рад будешь я одна же попадал попал с москвы ехал и было сели мужчины три мужчины мужика хорошим мужчину сели все нормально они давай обедать садись с нами бачка да нет я буду у меня своя они достают бутылку белую выпили на троих это белую по бутылке пива запили пошли покурили приходят поговорили еще одну бутылку достали еще на троих выпили но они здоровые такие им это как говорится слону дробина ничего нет а когда покурят до пива водка там дышать нечем в этом я так в коридоре стоял больше ехал то в коридоре то в тамбур пойду где и горящий поэтому с кем попадет но здесь получилось что нет а надо я взял но получилось так что я в купе до тюмени ехал один был один никого больше не посаживали ко мне рядом левого справа люди сидят у меня никого не было один было хорошо я это отношу к тому что были молитвы значит что было аллилуйя я всю дорогу молился читал каноны о умершем едино умершем там и другое у меня книга такая электронная есть мне туда брат виктор закачал много очень материала там все есть все молитвы можно молись и молись только читая вот ну а назад я уже выехал понедельник было значит мы открывали во вторник утром я уже выехал назад то есть сутки туда сутки там было сутки назад ровно сутки до тюмени ехать было ну вот так вот у нас а я великим постом же ездил туда и мы с ним ездили в тобольск были все многое мы решать я уже как бы сказать так договорился с ним ну как бы сказать так на шуточном что ли уровне отец михаил я говорю я старше тебя поэтому я помру то раньше ты обязательно приезжай меня отпевать договорились да хорошо договорились он приедет меня провожать уже раз я старше я вперед должен владыке рассказал владыка так а ты расписку то не взял с него на будет расписку взять а так лишь без расписки горит все теперь получилось оно как ты принимаешь когда человек от болеет долго и умер как-то она более показал от неожиданно думаешь я уже домой приехал и думаю да и вроде бы как это было видео что-либо мне показывается ну не воспринимает что действительно так как-то знает что это еще как-то да мы думали еще и матушка то она не поняла потому что она на обезболивающих эти на наркотик пока еще там от и на куда до конца ты еще не поняла что было когда случилось я горит очнулась когда наносил как меня в машину уже скорую помощь я гора батюшка то где там по и возле машины горит крутится возле своей там я не понял что я одна батюшка где-то там они горда нет нет все нормально с ним а его там грузить грузили на другую машину ну так вот что еще у нас воскресенье потеряевки у нас наш деревенский праздник 24 года возрождение поселка потеряевка это день деревни у нас мы отмечаем я пригласил епископа местного алтайского сергия вот пообещал быть еще к нам значит давно просили всех уже с воскресной школы с покровского собора их стали 17 или 18 там человек их не руководительность там елена она давно хотела через машу барабашку побывать у вас как-то в потеряевке но я на этот раз дал приезжайте говорю ладно приезжайте мой петлистов вот где-то там расположен по квартирам или как-то их разбросаем накормить на корме пускай защитка будут одна горит матушка батюшка на тоже услыхала так я тоже хочу поехать посмотреть а то говорят все там кто-то потеряется лапкин все лапкин все посмотреть на них какие они есть посмотреть на лапкин все ну вот еще в гости но там батюшенька местный пригласил кого-то уже знаю там благочинный с романова так что кто может приезжайте на дорогу сейчас на уже есть просохнет серентий проехал уже здесь 73 километра поворачивал с трассы прямо проехал на машине на своей на легковой проехал поэтому дорога так ко мне какие вопросы есть да ну воскресенье там буду на той неделе четверг праздник вознесения господня потом что я позвоню знаю какие вопросы еще бачка и в тихий так как со здоровьем и в тихий тоже надо было вперед и в тихий померять у него здоровье это хуже было но живет в тихий пока до его отца михаила это ему два раза что это было стендирование оставляли тоже сердце то делали поэтому но не выдержала ну и в тихий конечно очень это болезненно это принял вот это брат его был и он был как-то так близко и говорит как он рос как его этот старший опекал брат он хоть ненамного на три года старше но уже все равно там много говорит они где в детстве росли как их воспитывали родители были у них это верующие вот и он у меня всегда учил я маленький был где-то что-то обидит меня кто-то или больно я бегу к матери там к отцу жаловаться он меня никогда не жалуется больно тебе перетерпи обидел кто тебя стерпи ну не жалуйся никогда учил чтобы я не жаловался никому и сам говорит он никогда болел уже когда никогда не пошло у меня там болит что-то там или колет никогда не пожалуется было что заранее когда схватила там инфаркта да уж только ну вот так вот все его конечно община его в таком они ко мне подходят как это обнимает меня плачет да чё ж мы теперь сироты остались а чё ж мы делаем сироты ну да но теперь у них там никого не будет когда священника явно что не пошлют к ним не будет вот и они остались так ну вот так что еще какие камеры а вот и на технике вопрос расскажи как 5 мая заседание священного синода было ну я только слышал это тоже как передавали мне благочинный я звонил благочинному говорила смерти отца михаил он знал его тоже и он мне сказал благочинный что говорит нашу епархию разделяют вот будет митрополичи округ то есть местный епископ который сейчас будет митрополитом славгородская епархия будет от славгорода до та павловска будет славгородско-каменское так будет называть то есть павлоск отходит туда здесь барнаул остается епископу барнаулново алтайск Заринск, наверное, еще и все Еще Рубцовская епархия будет Там районы перечисляются, какие там окружаются Бийская, и Бийская будет епархия Три епархии? Три епархии будет Из митрополит, как это будет, четыре епархии С чем это связано, никто до конца, даже с кем разговаривали Священник Трой понять не могут Высказывают разное предположение Что это вроде бы для того, чтобы епископ был ближе к народу Я говорю, я с этим не согласен Никогда ближе не будет Хоть ты еще на десять раздели Если он сам по себе, у него нет близости к народу То ты посади его, говорится, в кучу народа И он будет далеко-далеко от народа Таких, как, допустим, знаем, рассказывают, что живые Какой был Иоанн Шанхайский То он просто, говорит, ходил по квартирам Всегда там беседы проводил с верующими после службы Просто беседы Я был, я сам видел, как выходит там епископ И его окружает верующий Он садится с ними на скамейку и разговаривает Я нигде не видел, чтобы епископ Московской Патриархии Так разговаривал с кем-то, с верующим Я отслужил там богословение Господне на вас И в машину, и поехали дальше Никогда этого не было Поэтому нет Другие говорят, что это для того Что будет собираться собор Все православные Не восьмой Там, как говорят, а все православные Так называют И чтобы на нем было больше голосов Вот От этого Что все больше и больше епископов будет Больше голосов Значит Провести какое-то там Это Ну Принять решение То когда больше голосов То оно Быстрее примется Если у какой-то там, допустим, церкви Будет там 100 епископов А у нас будет 500 епископов То все проголосуют По указанию там Ясно будет больше То так Ну Это так Тоже Высказание До конца пока непонятно Для чего это делается А Пока что делается Видно, что из этого блага Получается мало Опять получается Что? Вот его назначили Сейчас он Епископ Приедет в Славгород Ему надо Квартиру То есть дом Где-то Где жить Епархию надо строить Так Надо машину Архиерею нужна машина Ну конечно нужна Это никто Куда не спорти Ездить Нужно это Это все Это миллионы На это уходит Миллионы Значит это все ложится На кого? На бабушек На верующих Значит батюшка Которые там батюшки На них налог будет больше Значит Они должны теперь что? Вымышлять Как больше взять С верующих Чтобы все это сделать Это повсеместно так Я не только говорю Что А это истинно так Вот я По другим епархиям Где у меня Священники-то есть Друзья знакомы Точно так и есть Говорят Все Если он раньше В епархии отчислял Там допустим Десять тысяч То сейчас ему надо Тридцать Говорят отчислять Епархию Где хочешь Там и бери Так выдумают Разное Чтобы как-то Ну Добыть Поэтому Кто бы ни пришел Что бы ни попросил Священник будет все делать Хоть кто пришел Сегодня покрестит Тут же его покрестит Он же отпоет Кого угодно Потому что это все деньги Деньги будут Деньги 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 нужны Без этого уже Добра нет Так один епископ был Он много приходов И все помаленьку И он и прожил Ему хватило бы уже И на епархии Епархия здесь отстроена Сейчас каждую такую епархию В каждом везде На Дворцовске В Бийске строить В Славгороде Строить эту епархию А это все идет Очень большие Расходы Ну вот так А это только у нас В Алтайском крае Везде По всем епархиям Нет Подождите Вот разделение По всем епархиям По всем епархиям По всем епархиям Везде делают епархию Делят Где там То есть она небольшая была Там на 2 На 3 На 4 На 5 Делят Везде А где вступ Епископ А епископ Запросто Что там епископ Сегодня для им Чтобы быть в кандидатуру епископ Он должен иметь Образование Высшее духовное образование То есть закончить академию И быть монахом Больше ничего не надо Не биться Не пьяница Ничего Да это там Кто узнает Если он помаленьку пьет Там даже никто не знает Нет А биться Биться А для чего епископ Удается жезв Говорит Чтобы Биться Воспитывать Пас Пас Паси Ну да Да Для чего Другой есть Дети чтобы были Поэтому здесь Кандидатуру большую Это качество больших Не избирает Вот вы знаете Вот вы знаете Вы ездили в Рубцовск Наши ездили С благовестием Встретил их там Настоятель Он с ними поговорил Спросил А как вы благовествуете Мы монахи научимся Ибо там 7 монахов Было А может быть А может быть там 20 или 50 потеряем А всего 5 человек Приходил Так что он сказал Он только одно На видео смотрел Уезжайте Уезжайте Отсюда Уезжайте Он сейчас Епископ Рубцовский Ну и попробуй Тогда приехать Ты с благовестием Тогда еще У него власти Такой не было Сейчас уже У него власть У него власть Сейчас С властями власть Рука в руку С милицией Уже все Поэтому ты сейчас Туда попробуй Сунься Тебе Так и навешивают Там будет здоров Батюшка А вам-то не предложат Кого? Ну Мне Епархию Нет А что? Мне не хватит Моей епархии Я утром Прихожу Пошел Обходить епархию Обхожу Дошел до конца Своей епархии Возвращаюсь Надо Все в порядке Ну так у нас Тогда священники были Молитесь Бог даст Будет У нас трое Пока учатся Ну вот Дай Бог Уже не учатся Учатся Я говорю Дай Бог Ну так что? Будет Там покажет Что будет Было два Диакона Не один Не получился Не один Не тот Не другой А сейчас бы уже Кто-то бы из них Мог бы уже И мы рукоположить Могли бы До этого А нету Ну вот так Такие новости Еще Здесь я не знаю Я как буду Потому что Это община В Барнауле А та попадает В Славгородскую епархию Ну кому зарубежно Я тогда буду Протеерей И Аким Лапкин Славгородский Барнауле Я так больше Наверите Епархия В две епархии Вот так Тогда будет Так еще Какие вопросы? Да нету Боже Ну нет Давайте решайте Какие здесь Что здесь Прошу всех Значит О упокоении Сам Михаил Хотя бы До 40 дней И так Поминайте В своих Молитвах И болячая Матушка Елена А называть Батюшка Да? Батюшка Протеерей Протеерей Можно не обязательно Просто Какая разница Господь разберет Ты Называй так Ну представлена Уже была Михаила Да Знаем И Божия Михаила Так можно Ну и все Значит Что там еще Мы молимся Ну так Ничего У нас еще Сев не начался Скажем Готовится К севу Пока там Карабаш Зерно Перелопачивает Его там Мучается С угла в угол Перегоняет Эти Тонны Ну а гречка Подсушил Гречка Ну вот Сушит Там ее Лопатами Сушит Чем сушить Сушилки Нет Сушилки Нет Сушилки Сушилка Сушилка Стоит купить Сушилку На несколько миллионов Она сама Не сушит Она сама Не сушит Ну да Сама Это расход Энергия Она сама Стоит Это Дорно Было бы Хозяйство Допустим Большое Хозяйство У кого Долгого 6 тысяч Гектаров У него Есть Это Сушилка И Тон В прошлом году Он не убрал Гектар 300 Наверное Подсолнуха Кукурузы Гектар 200 И пшеницы Там Гектар 500 Еще Наверное Не убрано Всего По Алтайскому Краю Не убрано 450 Тысяч Гектаров Сейчас Комбайны Ходят На той стороне Видим По бубру Ходят Комбайны Убирают И в газете По радио Говорится Закупаем Зерно Весенней Уборки У нас Стало Как Два раза Два урожая Весенний Осенний Вовремя Она Собирает Конечно Собирает Но она В этом Пшеница Она не идет На хлеб Она пойдет На фуражное На корб Сходу На Комбикор И прочее Потому что В ней уже Клейковины Нет Вымыта Клейковина Вся Дождями Снегом Мне нет Из нее хлеб Можно Состряпаешь Но Такой хлеб Короче Не получится В голодный год Пошел бы Этот хлеб Он не понимается Убирать Ну вот Сейчас будет Убирать Наверное Посолок Убирать Этот Долгов Будет Убирать Ну вот так Давайте Проводите Понятно Спасибо Господин Батьков Это не мой Это не мой У меня будут Вопросы Братья К вам А для чего Мы здесь Собираемся Радом Собираться Не надо А то Закончилась Служба Ну ушли Да и все Ну Что нам тут Собираться Зачем Поговорить О чем У каждого Что-то Есть Не просто Это еще Да Правильный ответ Это Сестра Говорит Чтобы Мы запомнили На неделе Все Правильно Говорит У меня вопрос Во-первых Продолжение Темы Батюшки О том Что 17 числа Будет День Деревни 24 года Восстановления Потеряевки На Основе Православия На Русских Православных Традициях А прежде всего На Слове Божьем На основе Православия Братья и сестры Нужно поехать И не только Поехать До праздника Но нужно поехать В пятницу Братьям Обращаюсь Которые За рулем Поехать Повести Братья и сестер Помочь В работе Там Очень много Работы Для того Чтобы Лагерь Открыть Нам Православный Детский Лагерь Нужно Много Поработать Там Кроме Того Там еще Пассивные Работы Вероятно Так что Потрудитесь Во Слава Божию Когда мы с батюшкой Были В Сан-Франциско Из Сан-Франциско Мы хотели поехать В Сакраменто И батюшка Подходит К этому К отцу Благодарю Павлу И говорит Отец Павел Ты хочешь Спастись Конечно Хочу А как Ты хочешь Спасаться Ну вот Как бы Милости Проявлять Нужно Ну вот И прояви Милости Возьми нас С собой В автобус Ну и вот Он нас Всех И взял С собой В автобус Так что Хотите Спасаться Вот Спасаться Таким образом Только нужно Деятельно Не просто Молитвой А можно И руками Еще Нужно Вот он Так что Призываю вас Помочь Братьям Которые Там Трудятся И они Работают Очень большой Объем Нужно Помочь Просьба Игната Тихоновича И батюшки Остается Прежнее Как в прошлый раз Мы говорили Об этом Во-первых На то Чтобы поехать С благовестием Братьям Дальнее путешествие На север На запад И Отец Яким Просил В прошлый раз Передавал Эта просьба Остается Помочь Братьям Нуждающимся В помощи В Луганске Донецке Там будет Адресная Конкретная Помощь Не просто Там Кому-то Через Десятые руки А будет Конкретная Адресная Помощь Возьми на себя Ну вот Ну кто дружит За деньгами Радмила Степановна Нет Возьмите Кто Сейчас Все Сестры Ну Одна На следующий раз В следующий раз Имейте ввиду Об этом Найдем Теперь Вот Любовь Петровна Сказала Что мы Собираемся Здесь еще Для того Чтобы Опять же Глобже Вникнуть Слово Божие Мы здесь Собраны Во имя Христа И Именем Христа И словом Его Здесь Мы стали Братьями и сестрами Благодаря этому Что услышали Слово Божие Из уст Игната Тихоновича На занятиях Проповедях Вот она и сказала Что мы еще Хотим здесь Глубже узнать Это Слово Божие Хочу Спросить вас Кто Сегодня Для себя Какие фразы Какое слово Выделил Из Слышенного Слова Иоанна Златоуста Дважды Звучало Слово Из Златоуста Сегодня Кто для себя Какие слова Выделил Особенно Кто слушал Внимательно Не важно Не важно Я выделила Ну хорошо Говорит Выделила Что Господь Заранее пришел Как он желал Спасить Самарянку Он заранее Пришел Он от обеда Он ждал Ее Сидел Он уже Заранее Знал Что она Придет Что она Готова И он Заранее Кто еще Какие слова Выделил Для себя Ну внимательно Да Ну что она Не была Вот такая Она пришла Не для себя Получается Что она пришла Ей сказали Вот у тебя пять мужей Я тут не муж тебе Сейчас попробуй Нашей скажи Кому нибудь Неверующим Нет Она пришла Да сама У нее Плоская жажда Была Ей нужно было Напоить себя Да Но она пришла Ведь потом Пошла Она сказала Всем И не постыдилась Это сказать Что да Вот он всем Сказал Сказал То что я сделала И она прошла Это не постыдилась Понятно Еще какие слова Кто для себя Что извлек Какие слова Вы приходите Мы просто послушали И ушли Ну что то Мы должны Для себя взять Слово Божие Живо и действенно Хватит Еще говорите Любознательность Любознательность Там было первое Слово Это любознательность Да Она сказала Интересные слова Людям Он сказал Обо мне все Я выделяю Слово все А он сказал Ты не все А только о том Что у нее пять мужей То есть Она жила в гражданском браке Как сегодня называют Которые сейчас Хотят приравнять К обычному К обычному Законному А Господь сказал И этот не муж То есть Никакой гражданский блуд Не может быть узаконен Гражданское прелюбодеяние Это не муж Не жена И слово все Означает все Вокруг этого вертится Этот главный вопрос Включает все Отношения в семье Твой достаток Отношения с окружающими И в конечном счете Спасение Вот семейный вопрос Это наиглавнейший После уверования Уверовал Вот на скорую руку На долгую муку Появляется На неделе два часа И уже томятся люди На неделю А дома думают Что они делают Они сейчас углублят Слово Божие Неразбавленное Чистое Они занимаются Каждый день Часов по восемь дома Кто ушел А может и больше Я попутно Только хотел сказать Развернулось так Ко мне заезжал Один из баптистов Молчалов Никон Несерович Там рассказывает Как проповедовал Новосибирский один Ну выйдет Только как у нас Сидит Спит все время Вот только разбужу Рядом второй засыпает И он вышел на кафедру Баптист И говорит Братья и сестры Тихо Наши дорогие сестры Они утомились Целую ночь Молились О нас О братьях Чтобы в хорошей проповеди Сказали Видите как они сидят А этот голос Баюкает Они спят И вдруг он голос Возвысил Что? Нажрались жирного Спать пришли сюда Как все вздрогнули И вот эта проповедь Нажрались жирного Говорит Единственное Что запомнилось И стали смотреть А что же мы нажрались На самом деле Пошли Так вот слово Все Она поняла Это раскрытая Самая суть Он не сказал Что она проспала На работу Ничего Это за кадром Все Это вот Это самое Есть О чем сейчас Эфир буквально Ну что в Оренбурге Там Научили этих Назвали пчелками Девчата Ну и раздели До трусов буквально И теперь они показывают Акт совокупления До 17 лет никого нету Половой акт показывают В танце И сейчас там Прокуратура Там закрыли Это Там все такое И Ну там неизвестно Что есть И вот депутаты Разговаривают Танцы А что они означают Вот были такие Хорошие танцы Ну и меня спрашивают Почему вы там молчите И вчера Я все таки Один мне задал Этот вопрос И я ответил И утром Выставили этот ролик Посмотрите Танец Любой Это утонченный Вид разврата Более приятный Сейчас сам разврат И я взял статью И она на каждый день К каждой танцевальной группе Относится А внизу Написано Откуда я взял материал Не мой Люди-то все думают Такими словами Это только я им говорю Оказывается Не я нашел этот материал Старобрядческая мысль 1915 год Ровно 100 лет назад Это все было сказано Как танцуют Как прижимаются А здесь ничего нет Они раздетые Пчелки Виляют задницами Вот так вот Мед принесли Зловоние свое И я по пунктам По священному писанию Во свете Библии Все это разобрал В этом все А почему родители не против Да это Родительское все здесь Можем ли мы подумать Чтобы у баптистов Дети там участвовали Или у мусульман Да конечно нет Это все православное Б Наполняет весь этот мир И они исповедуются Сейчас что-то с ней случилось В автокатастрофе Ее будут отпевать Просто откройте Запишите Пчелки Оренбург Оренбург Все Все увидите Но главное Это я там Беру И кадры оттуда Идут Где-то Весь эфир наполнен И сколько посмотрели За первые дни 30 миллионов Это вообще Вообразить нельзя И у них ничего нет Они падают Стоя На карачках То есть полностью Имитируют половой акт Это все понимают И депутаты Выступают все И защищают их В основном Кто адвокаты Они ничего не сделали Видно мужчины Сидят и облизываются Почему она на стол Не попала Это рыбешка ему Вот уже все понятно И руководители Запретили Пока что Но вначале Они крепко размахнули Что это уголовная ответственность За 15 лет А выступает адвокат И говорит Статьи-то такой нет Есть такая статья Кто соблазнит Одного из малых Всех Лучше повесить Жорнов Но они-то Его не употребляют Выйти из этого положения Невозможно Почему План Далеса в действии Полный разврат Развращение Семьи нет Государства нет И защищать некого Я все это выставил И оттуда много процитировал Из статьи Посмотрю Что из этого будет Сегодня К утру только Кое-как закачал Так что посмотрите Он сказал мне все Я выделяю слово Все Спасибо Христос Можно я отвечу На свой вопрос Я выделил Из этой просьбы Вот выделилась Сразу Ненасытимость Человеколюбия И противопоставьте Ненасытность Греха Грех Самое главное Качество греха Ненасытность Противник Божий И Господь Ненасытность Человеколюбия Божия И насытность Противника Божия Дьявола Демона Сатаны Который С ненасытностью Желает Всех Нас погубить И самое главное Качество Греха Ненасытность Сколько бы Не грешил Сколько бы Не Насыщался Вот этим Грехом Любым Чревоугодия Там Плотские Какие-то другие Грехи Все Это Повторно И повторно Есть жажда Ненасытность Вот я выделил Для себя Это Я еще К этому Немножко добавить Хочу Интересный момент Слова Когда Христова Вдумаешься И люди пришли Она им ничего Не рассказала Она говорит Он рассказал Мне все Вот сейчас Попробуйте К человеку Подойдите Скажешь Я нашел Человека Который Глядя на тебя Расскажет тебе Твою биографию И притом Слух Да не в жизнь Не пойдет Это как рассказывают В одной фирме Винодельческой Нанимали человека Дегустатора Ну кто-то Пришел И говорит Я могу дегустируй А директор У меня пьяниц Твоих хватает А я вообще Не пью Не пью Не пьете А как дегустировать Вино А я говорит На запах На запах Это нельзя Ну принесите Вино Сказали Он Понюхал Это парижское вино В 1813 году Было ездено Магдам Называется Они так Ахнули А ну-ка Еще принесите Принесли Это отечественное На этом он 15 лет Но Бочка плохо Вымыта Мышами пахнет Они решили Посмеяться Взяли вино И туда Секретарша Он дал Начальник Капни туда От себя Он понюхал И говорит Вино Это Самый обыкновенный Сучок Из магазина Ну и сюда Добавлена моча Четвертый месяц Беременности Так Сказать От кого Директор Не надо Не надо Принимаем Он Он знает Это от кого Так вот Я хотел на этом Попище И показать Он сказал Все И они Туда пошли Как изменился Человек Сегодня узнает Если он скажет Все Заверстуют Дальше будут Обходить А мы должны Искать такие Которые скажут Что у меня за болячки Даже не глядя Вовнутрь Он скажет Действительно Главное тебе Это самость Высокоумие Надменность Это По поднятию Ресниц Определяется Наклонность к блуду А не по оголенной Заднице Как этих пчелок Показали Которые Никакого меда Никогда не принесут Кроме яда И Каждый Может быть До 40 лет Не дожить Они знают 95% Разведенки будут Он расскажет Все А сегодня Рассказывать нечего Все на виду Открыто И вот Когда Посмотрим Что Христос Сказал Какой народ Какой он разным был Какой он далекий был Мне вспоминается Я был Сакраменто В Америке И Ну и Двое Я гляжу Один под машиной Лежит Ну уже старый А другой рядом Стоит И разговаривает И тот Который там Внизу лежит Белый А этот Красный За красных Он оказался Там И Пикируется И тот Что-то ему Сказал Я вижу Тот Из машины Вылез И говорит Никифор А ты не прав Который на Голлесе Стоит А почему Не прав А ты Смотри Какой голос У тебя Сердит И стал Ты уже Сердишься Он постоял Я думаю Что же он Скажет По нашему Сейчас бы Как загнул И Да Постал Куда Да Ефимий Ты прав Прости И пошел Развернулся Пошел Я думаю Даже за Границей Наши люди Не такие Даже далеко Не такие Он сделал Замечание Сереж По голосу И Другой Случай Оказался В Париже Во времена Не столь давние И он Говорит Где такой У вас есть Или нет Называет его Фамилия Там Балконский Был Говорит он Его нет уже Мой отец Ему задолжал Он уехал За границу Тут революция Он умирая Отец Сказал Я ему должен Столько Сынок Найди И его Отдай Я умираю В долгах Но тот Тоже умер Но сыну Передал У меня был Один И он Его нашел Нашел И отдал И говорит Какой груз С меня сняли А у нас У Игоря Взяли Расписка Расписка Что взяли 4,5 тонны Гречки Сейчас Прокуратура Приезжает Разбирается И ничего Не могут сделать Какой народ Изменения Какие Долг Который Никто Не знает Что он взял И он Всю жизнь Томится Почему я Не рассчитался Вот так Надо жить А то Отсталый народ Был Он более Возвышенный Был душой Как те люди Которые Пришли Ко Христу Спаси Христос Вот Пустые лавки Дают ответ На мой вопрос А надо Нам собираться Или не надо И зачем Собираться Может быть Мы слишком Привыкли К тому Что имеем И большое Видится На расстоянии Я Вот Все чаще Возвращаюсь К моей поездке Которая была у меня Совсем недавно И Прихожу К выводу О том Что Моя поездка Была Больше Полезна Для меня Не только Тем Вернее Больше Была полезна Не тем Что я Ездил И получил Сертификат Который Подтверждает Возможность Мне работать По профессии По специальности А то Что я Обрел Духовное Общение С братьями Которые Я Которых Я посетил Там В Туле В Воронеже В Москве И вот Они Издалека И видят Лучше Нас То Что мы Здесь Не замечаем То Что мы Имеем Как Говорится Пословица Что имеем Нехороним А потерявши Плачем Но некоторые Даже и не плачут Потерявши До Времени Но Возрыдают Когда Придет Время Хочу вам Прочитать Письмо Одно Я вам Говорю О том Что я Встречался С братом И сестрою В Москве У которых Там Семейные Были Неврядецы И вот Я с ними Пообщался И вот Это общение Принесло Вот Знаете Вот Неподдельное Искреннее Общение Такое Во Христе Оно было Вот Целый день И мы Не устали Друг от друга Напротив И еще Мы могли бы Подолжать Общение И сейчас Мы продолжаем Общение По Переписке Вот Его письмо Это Пример Того Что Видится Издалека Мир вам Виктор Андреевич Мы с Юлей Очень благодарны Вам за эти Бесценные Книги Я послал Книги Да Благословит Господь Вас И Ваших Близких Они Немного Помялись Обложка Третьего Тома Чуть Порвалась Но Это Не важно Все Странички Внутри Целые А это Самое Главное Примите Наше Покаяние За Долгий Ответ Суета Мирская Не обходит Стороной Нас Тем более По Супить Погрузить Состояние Лени А Христос Говорит Бодрствуйте И апостолы Его Петр И Павел Повторят Ему Своих Послания На Позапрошлых Выходных Мы побывали На благотворительном Мероприятии Православной Молодежной Организации Покров Где нужно было Кормить детей Из детских Домов Мы там Помогали Готовить Накрывать На стол И так далее После того Как все Покушали И разошлись Остались Только участники Благотворительного Мероприятия Православной Молодежи Начались Поздравления День Жен Мироносец Шутки Всеобщая Радость От сделанной Работы Все разговоры Как в процессе Мероприятия Так и по его Окончанию Были хорошие Добрые Но насколько Мне запомнилось Ни единого Слова Об Иисусе Христе И вообще О духовном Всем Кто впервые Пришел В эту Организацию По очереди Давали слово Спрашивали Какие ощущения Что понравилось Чего по вашему Не хватает И прочее Когда очередь Дошла до меня Я начал интересоваться Помогают ли они Людям Духовно Говорят ли о Христе Я допытывался Как и где Они проповедуют Как подготавливают К окрещению Весь диалог Приводить не буду Но скажу лишь Что я испытал Удивление Когда узнал Что они изучают Слово Божие Да еще с толкованием Удивление мое Было вызвано Отчасти потому Что о Христе Как я писал выше Я не услышал И слова Мы сразу же Попросились к ним На так называемый Евангельский кружок Позже мы Списались в интернете Нам кое-как Выслали координаты К сожалению Мы не удосужились Как следует Все разузнать По указанным телефонам И предупредить Что мы приедем Мы понадеялись Что в церкви При которой Эта организация И существует Нам объяснят Где и как Проходят занятия И вот В воскресный день Мы приехали в храм Где я подошел К священнику Узнать Как нам попасть На евангельский кружок Как только я произнес Эти слова Меня сразу Заподозрили В сектанстве Несмотря на то Что я назывался Православным Батюшка все же Спросил меня Где я понабрался Таких слов Евангельский кружок Не у протестантов ли Говори Но они изучают Это он подтвердил Направил нас К какому-то стенду И поспешно Уборился С Божьей помощью Надеемся все-таки Попасть на следующее Занятие к ним Юля ждала Что мы найдем Молодежную Христианскую общину Духовную поддержку И прочее А я сомневаюсь Почему-то Для меня Лучшее занятие Слушайте внимательно Для меня Лучшее занятие Это воскресное Собрание Вашей общины Когда смотрю Душа радуется Я повторю Слова Которые он пишет Для меня Лучшее занятие Это воскресное Собрание Вашей общины Когда смотрю Душа радуется Обнимаю вас Дорогой Виктор Андреевич Да пребудет Господь С вами И со всей Вашей общиной Молитесь о них Потому что Они там Действительно Одни Он Настолько Вот он Это вот Видно Что человек Рожден И свыше Вот я иначе Не могу назвать Потому что Он так горит Он спрашивает меня Как проповедовать Как начинать Что делать Поэтому я послал ему Книги Третий том Говорю Вы образуйте Там кружок Ведите занятия По этому Слушайте Ничего Этот под лавкой связанный лежал. Епископы пишут, что пытаются бороться с мочением лбов в своих епархиях, но воз и ныне там. Если и можно услышать голос в защиту погружательного крещения, то это единичные голоса. Игнатия Тихоновича, отца Даниила Сысоева, отца Кирилла Сахарова, которые тонут в потоке остальных мнений. Вам спасибо за ваше терпение и ответы. Вот Татьяна просила помолиться. Игнатия Тихоновича. Игорь, она не просила тебе ответить? Вот это извращенное применение к местописанию смертный грех. Напиши ей. Я заранее говорил, что комментарий... Смертный грех. Когда передергивают места, там нужно было дождаться пророка, жертву приносить. Здесь жертвы никакой нет. Это все равно, что сказали, подожди, ты не молишь, я сейчас приду. Только к этому. Здесь наоборот. Приходит Ананя, епископ, к Павлу, говорит, что ты медлишь? Наоборот, это смерти подобного... Что ты медлишь? Стань крестить, а мои грехи твои. Почему ты в грехах? А вот он перепортил, что это есть. Это бесовская сила действует в людях, которая так говорит. Да ты узнал, ты бы день и ночь стоял и кричал. Вот у меня сколько знакомых по интернету. Это Латвия, Литва, там разная, Финляндия. Я говорю, ищи. Они все сюда собираются. Уже билеты готовы покупать. Я говорю, подождите, вы поищите там. Молитесь. Он молился. Поехал на Афон. Его там братья, как родного приняли, говорит, и полное погружение. Все монастырем выше его крестили. Пожалуйста. Другой пошел. Но одного, правда, деньги запросил. Опять запрос на меня. Что делать? Вот, Симония, отойди от него. Ну, раз уже. Еще один. Нашли священника, крестил. То есть искать надо. Но не подыскивается под священное писание и ложно натягивается кисель на шубу. Это не пройдет. Здесь смерть тебе подобна. Что ты медлежишь? Тебе что непонятно? Ты уже два дня, если ты умрешь, ты во грехах умрешь. И сказал он, пришел. Да это жертва. Это не знание писания. А кто-нибудь из святых отцов называл, кто с этим соединял? Это несоединимое. Это нельзя соединять. Как эти... Ну, у вас же тоже ритуалы есть. Ну, мысли выражаются движениями, крестное знамение. И танцы точно так же. У меня особая мысль. Так сравни, какие с какими мыслями-то. Это вот одно с одним. Танцы с молитвой соединяют. Я хотел попросить Валентину Алексеевну, чтобы она рассказала, как долго ее не было, что с тобой было. Беги в курс, за что мы молились, чтобы поблагодарить Бога. Вот прежде я хочу сказать, что вот зачем мы здесь собираемся, о чем мы должны говорить. Вот об этом мы и говорим. Прежде всего. А то у меня в прошлый раз говорит, а какое имеет отношение вот это сейчас мы говорим про то, что сейчас засилие от этой бюрократии у нас в обществе. И что мы об этом не знаем, что ли? Брат много лет уже ходит и говорит мне, а это какое имеет отношение? Да все, о чем мы сегодня здесь или в любое наше собрание говорим, имеет прямое отношение к нашему спасению. Потому что мы должны знать, что нам небезызвестны умыслы сатаны. Именно поэтому мы говорим о всех вещах в приложении к нашему спасению. В молитве друг о друге. На все эти времена ваши, на временах ваших. Вот о чем мы должны всегда помнить, что все это имеет, все, что мы здесь говорим, оно должно иметь отношение к нашему спасению. Вот и о болящих наших, о нуждах, о том чуде, которое нам сейчас повествует Валентина, сестра. Рассказывай, сестра. Случилось наводнение. Говорят, что, я не знаю, вот Татьяна рассказывала, что 60 лет Тельменке такого наводнения не было. Все затопило. Ну, не важно сколько, что случилось? Все затопило, все ждали там, тряслись все. Я всех просила, чтобы молились. Ну, молились, здесь попросила, всех молились, чтобы благодарю всех за молитву. И не так давно, где-то неделю назад, вода еще стоит, правда, бывает, но стоит. Неделю назад еду на работу в автобусе, смотрю, вода пошла назад. Вот видно, как вода идет назад к речке от нашей деревни. Смотрю, еще одна женщина говорит, смотрите, смотрите, вода пошла назад. Еще одна сказала, что надо... Вот что значит молитва пред Богом? Да. Ну, я тут пояснила людям, что это все по молитве делается. Вот, слава Господу. А теперь еще хочу попросить, чтобы помолились. У меня что-то неприятности какие-то с соседями. Скотина там ходит по огородам. И они, не знаю, как сказать, какие-то наглые, нагло себя ведут. Как-то мне неприятно это все. Да, необычные люди. Причем тут? А у вас забора нет пока? Ну, хочу опахать вроде как... Ну, это забор поставить. А, бесполезно, потому что... Везде полезно. Да. Даже по службе. Вам забор нужно, и все. И все не хотят говорить, и все не хотят плохими быть. Я высказала, никто меня не поддерживает. А скотина гуляет. Это пока еще не пахали. А ночном пахать в том году тоже так же было. И все бегут. Ну, раз ограды нет, конечно, будет. А, Майк, вы ничего не сделаете, вам нужно забор поставить. Хоть самые дешевые где-то. Ну, братья и сестры, мне не нравится, что у меня скотина бегает в огородах. Молись, молись. Молись, молись. Бесхозная монитория. Забор нужен, элементарно. Забор там 40 соток, это нужно сколько городить? Я не знаю. Обычно забор там нет. Без забора это не нужно. Ну, конечно. Такой фрактор есть. Займут или это не сделают. Так, но... Хочу проволоку несут на металлолом, у нас такие там... Так, элементарно. Ты видела? Вот два столба между ними на уровне, чтобы не зашла скотина. Все. Хотя бы вешки поставил. Ладно, это потом. Советы потом. Молитесь и все. Помолиться и... Чтобы Господь умудрил сестру, как это сделать. Игнатий Игоревич хотел сказать. Я хотел попросить даже... Посмотрите, у кого-нибудь в гости сходите. Скажите, покажите вчерашний парад Победы в Москве. Называется онлайн. То есть, как он шел. Ну, это не больше, как час... Это, может быть, 29 минут. Пример. Это надо увидеть. Какая проделана огромная работа. Вот какие страны участвовали. Они отдельно. Туркмены все. И с тех сторон воины даже были лучше приехать и маршировать под своим главенцем, под своими знаменами. Кто в Великой Отечественной участвовал. Китайские там, какие были монголы. И отдельными частями эти идут войска. И как говорил президент Путин, речь. А для чего это нужно? В первую очередь, чтобы увидеть, что мы делаем за это время. Это вообразить невозможно, какая была огромная работа проделана, чтобы провести всего лишь вот это празднование. Напомнить 70-летие Великой Победы. Хотя это было... Даже Победой трудно назвать. За каждого немца заплатили по пять русских. Это война хуже всякого поражения была. Сколько она нанесла. Мы за ценой не постоим. Да, за ценой не постоим. За ценой всегда стояли. Как в фильме показывают, как штрафбат. Немецкий генерал говорит, да если бы у нас столько было солдат, как у русских. Они идут, погибают. Минное поле не разминированное. Ну а бегите, где подорвется один, улетел второй там. И все-таки мы разминированы. Не решились бы на это. Это первое. Посмотрите, если пожелаете. Второе. У нас есть определенное правило. Вот к нам приходят иногда люди. Я уже беседовал об этом. Но мы им говорим, у нас такое правило. Члены церкви у нас общины. Они не бреют бороду. Никто не курит. Ну и дальше какие у нас есть правила. Если к нам... И чтобы не пропускали богослужения воскресное. Три богослужения пропустившие исключаются из общины. Правила. Три собора. Шестой Вселенский, Анкирский, кажется. Ну пропустившие исключения в другом храме не было. Не было в церкви. Нигде не было. К нам ходили не кто-то, а представители администрации. Хорошие люди с бородами. Но они не могли объяснить, почему они не были. Мы один раз спросили, второй раз. И мы запретили им приходить. У меня разговор недавно с таким был человеком. К нам приходил. И не может с места сдвинуться. Я сказал, без моего присутствия здесь, а мы приедем 10 октября только. Пока просто дайте отдых бритве. Выкиньте ее. Табак выкинуть. И 10 октября мы приезжаем. 11 позвоните. Попросите разрешение тогда прийти. Если вы поняли, что это ваше. А нет. Иногда люди зазирают ходить в московскую патриархию. А я как агитатор. Идите, открыто. Это благодать. Коснется тебя там. Сами живем как свиньи, а кого-то зазираем. Это никуда не годится. Другое дело, там исполняют все правила. И тогда я в московскую патриархию не пойду. Но куда живешь с такими явными грубыми недостатками? И кого ты можешь презирать-то? Ты на себя посмотри. То есть мы передаем наследие вам. Потому как мы в последний раз встречаемся. Вот поговорили о лагере. Люди поднимаются и уходят. Никто не побежал, в очередь не встали. Меня возьми. Меня возьми. На один день. В пятницу поехать. Договорился в прошлый раз с Андреем Голововичем. Договорился, согласился. Умекнул, нету. В дверях задерживай куда? В туалет. А вышел там скорее, надо ворота запирать. Но мы договорились с тобой. Я должен набрать людей. Никто не подходит. Никого нету. Видите, телеграмму шлет здесь. Надо приехать. Там же все глиняно, все размокло. Ну, приехать, в субботу хоть поработать. Никто не подходит. Я сейчас пойду, никого нету. Какое это состояние-то? Мы кого хотим обмануть? А ведь на одном детском лагере-то сколько было свидетельств нам. Сколько людей пришло. Сколько нынче опять приезжают. И даже тех, которые не ушли маленько-то, найдите убежавших. У меня мама больная. Никуда на мама не денется в течение одного часа. Мамами больными прикрылись. А завтра сама будешь лежать тут же. А ты скажи, Бог повелевает мне любить его всем сердцем, всем умом. А как любить ближнего? А как дети? У нас дети разные. Из детдомов, и кого только не было. Эти три года нас не было. Снизилось буквально до одной семьи. А тогда было за один раз только с вокзала встретили. 72 человека приехало. На консерв пришли 120 человек. Учитывая, что мы не государственная организация. Все своими силами должны доставать. Мы пока не ушли. У кого ребятишки есть свои, общинники. Подумайте, вы дома никогда детям своим то не дадите. Никогда. Там каждое утро занятия. Дома тебе некогда. Рано они встают. Рано купаются. На лодке каждую неделю. Раньше было и на лошади. Каждую неделю катаются. Идем по ягодам. За солодкой. Что они там видят? К костру. Все таланты. Кто играет? Нет. Сидят и коло себя держат. Вы не чувствуете, что что-то не так? Вы же потом криком будете кричать. И притом делаем это не за деньги. Некоторые у нас уже пребывают много лет. И не один ребенок-то. А бывает четыре ребенка. И все делаем без копейки. Я правильно говорю, Настя? Мы не ищем похвалы. Мы стараемся хоть что-то сделать. Я вот сейчас должен идти по организациям. Выпросить, где мешок муки, где сахар, где бермишель. Это все за кадром. Дать объявление. У нас ничего нет. Начинаем работать с нуля. Нам никто не разнаряжает из школ. Без вас ничто не делается здесь. Отошел. Вы знаете, что у нас сестра Нина Александровна Жолмирова, она переехала жить в Клочки. И вот в прошлый раз она звонила, когда у нас было занятие. Она говорила о том, что есть священник. Сказал, что тебе лучше сюда не ходить к нам в храм. Но сегодня воскресенье. Я думаю, что она сегодня была опять в храме. И она нам может рассказать. Да, Нина Александровна? Да, да, ну рассказывайте. Говорите. Интересно, как он все-таки... Он сказал, что в прошлый раз не приходить лучше. Нина Александровна. Да, да, да. Там в храм еще никого не было. И ничего понять не могу. Что-то в этой храме все воно. Вы не все и в этот старый храм переносит. Это помните, что это Зинаида, которая там... Да, 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 Зинаида. Да. Да. Вот она. И она меня встретила и говорит, ой, да у нас сегодня ночью такая репетан. С четырех часов мы переносим храм в аварийном состоянии. И вот этот новый сотовок рушится, обладивается. И батюшка позвонил, чтобы все скорее в селярии оттуда вывозили, потому что мог задавить людей аварийное состояние. А нет, такое... И вот она с четырех часов. Я говорю, так а ты что мне-то не позвонила? Я бы прибежала тоже по утрам все же. Она говорит, так а нам с тобой запрещать, запретили общаться. И я вот тебе сейчас говорю, что батюшка нам сообщил, звонил, что тебе нельзя ходить в наш храм, чтобы мы тебя не принимали, чтобы не было общения с тобой. Вот. Я говорю, что это же дом мой, говорит, я иду не к батюшке, я иду в храм Божий. Вот. Она говорит, ну вот я тебе сказала то, что мне сказано. И батюшка в епархию обратился сначала к своему настоятелью, у них теперь он в городе, вот туда. Потом настоятель, или как он обычно называется, благочинный. Не настоятельный, благочинный. Вот. И он отобрил его решение, что не надо меня принимать. И обратились они в епархию. Но из епархии она ничего не сказала, что там решили. Но ко мне. Но, в общем, мы не можем тебя принимать. И я осталась у них в костюбе, в старом храме, перенесли в старый храм. Было мало людей, но всего со мной вместе 8 человек и с Рафаилом. Мы сегодня просто читали уже Акадий, Пресвятой Богородицы. Я помолилась вместе с ними. Потом у них, помните, еще не на... была там матушка, вот. У меня сегодня ей 25 лет. И, честно говоря, ее поздравили. И я им... И маленечко это чайко налили. Я осталась с ними. Они меня пригласили. Я с ними посидела за столом. Вот. Мы думали, они не сейчас за столом-то. И сейчас скажут, что они будут. Я ей пропускалась, чтобы мне услышать, такие ко мне претензии были или нет. Но мне сказали, что вот ты пришла, ты нам ничего не говори. Потому что из моих уст слова не те, которые мы хотели слышать. И поэтому... А я говорю, так я вам ничего не говорю. Я и так молчу. Вот. Ну вот, и вот этот платок. Вот это... Тогда вот Тамара так ходила. То вот Тамару у нас вела. Вот в такой вот это вела ее. Потом у нас подходила Таня Каменщикова, Тамарина эта соседка. А ведь она тоже не стала к нам ходить. В общем, это оказывается... Ну, я виновата. Вот. И теперь ты вот побыла у нас. И вот приходишь. Пришла, помолилась и уходи. Я говорю, ну, я за это вас дарно, что зашла и помолилась. Ну, в общем, вот так вот. И я поблагодарила их за то, что они меня все же в детстве жили. И что они ко мне так хорошо отзнают. Они говорят, а как мы будем плохо к тебе относиться? Ну, хоть вновече не относимся. И ты к нам почитаешь. Я говорю, а я вас всех люблю. Ради этого я говорю, я не хожу тоже к вам и молюсь вместе с вами по любви. И нам здесь будет полезна любовь. Поэтому вот по любви я и молюсь. Ну, и все, помолилась и поблагодарила их. Ну, и пошла. Спасибо, Христос, Нина Александровна. Мы как раз в прошлый раз, в воскресном нашем занятии, говорили о том, и вы позвонили как о времени. Речь шла о том, что апостол Павел говорит коринфянам, что они не могут, не вмещают его. И вот здесь то же самое. Как раз вовремя вы позвонили. Они не вмещают вас, не вмещают Христа. Поэтому Христа, исходящего из ваших уст, не вмещают. Надо о них молиться. И ходить вам нужно непременно, смиренно, пребывать там на богослужении. И все равно они, рано или поздно, Господь сам совершит то, что должно совершиться с людьми. Конечно, конечно. Ну, вот так вот. Пока вот в таком состоянии. Скажите, что... Да. Я тоже повторяю. Так, Нина. Игнатий говорит. С кем знакомо, всех приглашай к себе домой заниматься словом Божиим. И пригласи сразу батюшку. Вот и я знаю, что будешь делать. Другого пути нету, чтобы день у вас был занят. Я знаю. Людей приглашаю. Люди с соседями ко мне очень хорошо относятся. Здесь по улице люди все хорошо относятся. Меня все здесь знают и все помнят. И ко мне такое умание, как бы так все устраивает, что много, мне внимания уделяют. Я всем приглашаю. Ну, вы сами знаете, как в Азии они все в огородах воскнулись. Но пока вот только так как бы легкие такие общения на улице. В прошлом с весенней ходила прям к ним домой, там на санечке долго сидели, разговаривали, беседовали. Сегодня я думаю, что мы пойдем в Евангелие. Это Марка, первую, вторую главу, то, что Азии почитала, потому что там у них вделяют внимание Ивану крестителю, крестителю Христову. Сегодня я хотела бы вот это вот им прочитать, чтобы это было у них как бы на слуху вот это через Евангелие. Не знаю, как порой не понимать, чтобы Господь стал. Да поможет вам Господь. На 12 июля старайся, чтобы в лагере была. Ты нужна очень там. Да я знаю, что нужна. На какой июля? 12. 12. Крещение. Петра и Павла день. Людей много будет. Да, да. Тут Валентинна же должна приехать, мы, наверное, с ней-то вместе не есть. Ну, батюшки, пожалуйста, передайте нашему. Из информационного агентства России РИА Новости уже два фотографа. Все кланяются, Нина Александровна вам. С Богом. С Богом. С Богом. Спасибо, Господи. Да поможет вам Господь. Проню вас, Господи. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господи, чтобы потом не плакать по неутратным потерям, Господи, по потерям невосстановимым, на Тебя едино уповаем и верим, что Ты не оставишь без милости Твоей. Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Сестры на занятия оставались. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok